Историю сказочного подводного мира расскажет сам Нептун. Он познакомит зрителей с южноамериканской морской львицей Лизой, которая умеет не только наряжать новогоднюю елочку, но и весело играет в футбол. Умеет активно танцевать и ходить, а все вместе дельфины изумительно поют. Яркие впечатления от увиденного надолго останутся в памяти ребенка. А здесь подготовлена необычная новогодняя программа. В первую очередь, конечно, отличается наличием новогодних персонажей, сюжетом, новогодним интригой, возможностью сфотографироваться с Дедом Морозом. Не только с дельфинами, как это обычно бывает, но еще и с Дедом Морозом. Получить подарок от Деда Мороза и активно поучаствовать во всем, что происходит. Если летом зрители именно смотрят, то зимой они больше гораздо участвуют. В парке Ривьера можно не только увидеть дельфинов и стать частью новогоднего шоу под названием «Дед Мороз и подводная братва», но и подружиться с лошадьми. Их несколько редкой породы, привезенных из разных стран, но уже подготовленных к участию в новогоднем конном шоу «Волшебные сани Деда Мороза». Главный волшебник зимы и его сказочные резвые скакуны расскажут и покажут, как за одну новогоднюю ночь успеть развести детям подарки. Сейчас каждая лошадка именно в качестве артиста показывает все свои трюки, то есть все то, чему научилось у нас в театре. И выступает именно лошадка. А артисты, люди, они только помогают. Представление проводится два раза в день, начиная с 27 декабря до 13 января. В «Дельфинарии. Новогодняя сказка с дельфинами» до 14 января. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.